Музыка Ну, у меня наконец-то дошли руки сшить Саше мешочков вот таких. Вот. Попросила она меня сшить мешочков для того, чтобы ходить в магазин. Ну, за овощами, за фруктами. Они же за экологию. И, ну, не хотят использовать вот эти целлофановые полиэтиленки. Как они, Господи? Ну, прозрачные пакеты. Вот, чтобы не засирать землю. Ну, я их целиком поддерживаю в этом деле. Так что вот нашью мешочков таких и отправлю. Вот только у меня нет шнурков потоньше. Ведь уж больно. Они, во-первых, тяжелые на весах, правильно? Ну, я сегодня зайду в магазин, посмотрю, может, там есть потоньше. Переделаю. Так что скучать мне не дают. Найдут, чем, мать, занять. Ну, вообще, молодцы, конечно. Я и себе нашью таких мешочков. И тоже буду ходить с ними в магазин. Я и так стараюсь, когда беру там овощи, ну, или фрукты. Я стараюсь в одном пакете взвесят, а остальные отдельно. И потом в этот пакет складываю. Ну, а это вообще красота. Кинул в сумку и пошел в магазин. Всех призываю, девочки. О, нашла резиночку вот такую. О, другое дело. Собралась в Черноморск. Актопуса опять нет. Что там со мной? Что вот это? Я не понимаю. Я им звоню. Одной телефон заблокировал. Вторая трубку не берет. А Wi-Fi-то есть у вас? Нет? Ну, сейчас же ждут меня там на Росе здесь. Проводить буду. Думаю, где девки, что и не звонят никто. Нет, Wi-Fi-то надо. Как ты знаешь? Я думал, что у всех интернет в телефоне нет Wi-Fi. Твою оптиму. Я уже месяц жду, когда не проведут. Сейчас приехали пацаны. Сейчас посмотрим, как его можно сделать. Открывать точку, обратно платить за эту точку. У меня тоже смысла нет. Может, что-нибудь придумают. Кто говорит, что Украина не приезжает? Приезжают и много. Стою на остановке, жду автобуса. Его нету. Непонятно, почему. Ну, в общем, все как всегда. И едет Толик. Это друг Марина и Лена Баттл, у которого они живут. Ой, как хорошо. Подхватил меня. Эти батюшки мои, какие красотки. Какие красотки. В платье. Я говорю, где девки? У одной телефон заблокировал. Вторая трубка не берет. Я говорю, уже через Wi-Fi. Звоню тоже, ни ответа, ни привета. А он говорит, вот сейчас будут ставить мне Wi-Fi. Уехали, говорит, в Ялту. Ну, ясно. Дорвались до отдыха. Ну, ладно. Сейчас, может, ему сделают Wi-Fi. Так Лена будет на связи. То прям не докричаться, не доораться. Я их ждала, 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 ждала. Дождалась. И опять не дождусь. Машин столько дорогу не перейдет. Блин. И белорусы, и армяне, и даже с Европы я видела пару машин доехали. В общем, кого только нету. Голые мужики. Хотела пошутить насчет голых мужиков. Но ведь не поймут же еще. Кстати, насчет украинских машин. Мне написала в комментариях. Украинцы у себя дома. Нет, голубушка. Я понимаю, жалко Крым-то. Конечно, жалко. Семь лет прошло. Успокойтесь вы уже. Не видать вам Крыма, как своих ушей. Засрали, загадили, выкачали из него все, что могли. А теперь орут. Крым им жалко. Вот видите, купила сливы в мешочке. Так. Царевна гречиха сладкий, без сахара, без глютена. Хочется сладкого. А тут купила халву на стевии, не сладкую. Ну, в смысле, сладкую, но без сахара. Чай с ней пила с таким удовольствием. Потом, как у меня поджелудочная завернулась, я думаю, блин, халва, там же, она же масляная. А мне ж нельзя. Ой, господи. Уже, знаете, не знаешь, что есть, хочется. Есть хочется, а вот одно и то же, вот эту всякую билиберду, но сил нету. Вот купила шоколад без сахара. Это уж и так-то по чуть-чуть, но так хочется. Не могу я чай пить без сладкого. Никак. Вот такую вот досочку сделала. Надо дырочку просверлить, чтобы повесить ее можно было. Такой волчара прям, эх! Люблю волков. Ну, правда, симпатичный? Глаза умные. Красавец. Помните вот эту футболку? Я покупала в Мурманске. Мою любимую фирму. Ну, очень маленький размер. Ну, прям вот очень маленький. Ну, я не знаю, какой это размер тут не написано. Ну, просто, ну, совсем, я не знаю, сорок. Сорок. Второй, сорок четвертый, может быть. Я все-таки хочу ее увеличить. Но кружево только вот такого цвета. Конечно, было бы лучше, если бы оно было прям темное. Но оно вот такого вот цвета. Хотя, ну, собственно, подходит по рисунку. Не знаю, девочки, что получится. Слишком намного ее нужно увеличивать. Ну, попробую. Мои эксперименты вечно в этих делах. Да. Ну, ладно. Потом покажу, что получится. А я тут включила Самуэла. Давно его не смотрела. И приятно удивлена. Он все-таки бывает адекватным человеком. Вот он тут рассуждает по поводу переезда брата с женой и с дочками. Прям приятно удивлена. Не все время придуриваться-то. Шить она собралась. Портниха, яниха. Мандама Риванна. Они так-то синих-то и нет. Вот есть такие. Причем на камере они синие. На самом деле они более бирюзовые. Да. Давно не покупала нитки. У меня, правда, их много. Было вообще много. Но со временем-то они... Ну, и что делать? Ну, ладно. Сколько? Хватит. Завтра на цыганский рынок хочу поехать. Надо записать. Не забыть ниток купить синих. Мне еще вот этот вот шарфик нужно прострачить. С краешку тоже. С морскими обитателями. Блин. Надо же. Мне ни к чему. Ну, ладно. И снова доброе утро. Ну, что, мои хорошие. Сегодня я, наконец, увижусь с Леной батл. Мало того, сейчас за мной приедет Оксаночка. Довезет меня туда. Вчера наговорилась с Мариной. Прям не оторвать было. Рассказывала мне впечатления о Турции. Ну, что сказать. Да. Вот еще, что хотела сказать. Девочки, мальчики. Присылайте свои видео. Пожалуйста. Так интересно. Где вы живете? Как живете? А сейчас такое время путешествовать не особенно не все могут. Поэтому особенно интересно. Пожалуйста, присылайте. Уж мне самой-то интересно. А людям как интересно. Привет! Привет! О, какие девушки за мной приезжают. Ой, слушай, ты какая-то прям неземная. Ой-ой-ой. Жаркий, бутикалка. Красотка. Здесь и пора уже. Так, сегодня среда, цыганский рынок народу понаехала. Не знаю. А для меня вот как-то ну, что тут одно и то же на этом рынке. Ну да. Ничего нет. Только единственное, что ну, выбор так побольше, да, фруктов, фруктов, овощей. А так? Ну, просто сюда думаю, что здесь какой-нибудь товарчик такой кто-нибудь привезет и там подешевле. Ничего подешевле. Вчера с Маринкой разговаривала с своей. Короче говоря, в конце августа у меня будет весело. Они едут пять человек взрослых и трое детей. Мало-мало меньше. Представляю. Вот это у тебя будет движуха. Сразу за все лето. Халайся, как говорится. Маринка, говорит, ты нас пустишь всех. Я говорю, да куда ж я денусь-то? Ну, из чего у меня палатка есть там какая-то четырехместная поставить им в огороде? Да не, места-то хватит. Я шучу. Это южный юмор? Да. Но будет весело, да. Что-то я уже не знаю, ну, ц... Огородами привезла куда-то. Да, смотри. Я тут и не была никогда. Ой, господи, смотрите, на крыше какой ангел сидит. Ну, там, кстати, с моей стороны, вот чуть-чуть проедешь, мне мужики стоят, там всегда просто шикарный цвет, оно как дерево, представляете? Здоровый, такой желтый розовый. А я никогда тут и не была. Все, оставила меня, пошла. Ну, ей по делам надо сбегать на минутку. ой, надо же, какой ангел сидит. Видно вам там? девушки мои еще на пляж не пришли, так что сейчас подвезет меня к санчику. Еще, наверное, ждать их придется. Ну, они вчера ездили на экскурсию в Ялту, в Балаклаву, в общем, и приехали ночью без ног, поэтому с утра сегодня, видимо, не было сил рано вставать на пляж идти. Вон, целая толпа детей, лагерь видно какой-то отдыхает. На пляж пошли, идут нога за ногу. так же можно пройти и там АТБ будет, знаешь, да? Там Толик живет. Через Садимово. Посмотрите, что тут стремится. Здание тоже непонятно. Коробка какая-то. вон она итальянская деревня за камышами. Не знаю, мне писали, приехали летом, а у них все плесневое, заплесневое все. Да тут стоишь, конечно. На болоте на каком-то. Только, говорит, ремонт сделали, и все. ну вот так вроде неплохо, но на буклете, на рекламном и в жизни почему-то всегда получается не то совсем. это да. Это как в меню тоже. Ну и день сколько. Ты обратно будешь ехать. Июль. тут же должен аквапарк быть на этом болоте. Но что-то наверное не срослось. Благодаря тебе я здесь проеду, посмотрю. Мы что-то вообще не бываем практически. Только осенью, весной. Ах так. Первый раз я здесь представляешь? У тебя и местные жители. ну так всегда. Мурмански тоже так. Те, кто приезжают, сразу едут к Алёше, хрен знает куда. А те, кто живут, оно надо? Понастроили сколько домов? Ну там внутри тоже. которые самые первые строились, то уже там более-менее так зелень. Все строят, строят. Тут еще мне что, не нравится? Вот люди вышли за пляж, да? Ну, блин, оденьтесь, ёлки-моталки. Прокрывайте свои минуты. Уходят в банк, на базар, жопами своими свиньи. Не говори. Да я уж тоже говорила. на приличном курорте на приличном курорте в отель не пустят раздетых. Отвратительно вообще. Ладно, была бы фигурка такая, тело подтянутая, красивая. А то, ну, блин, так мужиков скоро не останется. Все в голубизну подадутся, блин, рассмотрятся за лето. Свинома такая. Есть. Я, честно говоря, почему не хожу на пляж? Я еще ни разу не купалась. Вот ребята приедут в конце августа, мы с ними поедем в их место, где народу нет. как-то боюсь поразить своей красотой людей. До бессознательности. Ну, все. Это задворки там какие-то. Его не было вообще. Это вот недавно, видимо, построилось при России. Да, Ну, да, потому что при Украине не было. Тоже какой-то прям лиманчик, заливчик такой. Может, будки какие-то стояли, но я не помню, что прям так красиво было. Это форумы. А это ж какой-то по-моему, здесь санаторий, по-моему, да? Не знаю. В зелени. Ну, какой-то блогер показывал. Ну, вон там какое-то здание здоровое. Загорает. довольное. Там, конечно, трава. Трангул, база. Молодец, там и машина. База. вот так у нас экскурсия. Узнай свой край. Ну, пляж только тут такой вот. да. Да, да. средний. Ну, в то же время, когда под боком у тебя есть пляж, даже такой, никуда не надо тащиться. Гляньте, какой, да, заливчик маленький, бухточка. колонны. Ну, там, смотри, какой красивый этот, да, фонтан. Видишь, Люба? Нет, не вижу. прямо. вон. Да? Тут какой-то санаторий, по-моему, был. Еще от Советского Союза. Наверное. А вон она какая, видишь, в греческом стиле. Угу. Почему в центре вот хотя бы такой фонтан не сделали? Ну, сделали убожество вот это, которое не работает. которое облупилось уже сразу, блин. Потому что, наверное, года нету, Так делали. Да, господин, да? Да не далеко. Да у меня сразу некрасивый был, даже когда фонтан работает. Ну, глаза. Машин там тоже много, да? Ну, а че ж нет-то? Прям рядом с морем-то. Людям не всем же надо вот центр, там этот пляж, движуха, кабаки. А кому-то нравится так отдыхать. Прям одинаковые дома, ты видишь? Ну, там вообще классно, да? Угу. Здорово. Вот люди в тишине. я не знаю. ребята местные. Как же без них? Цветов сколько? Полевых. В Юнке это оказывается, ё-моё, а я одуванчики, одуванчики, ну, вот, беленькие вот эти, а я на видео одуванчики, одуванчики. А вот эти голубенькие, цикорий, которые я пью вместо кофе. Ну, вот, а раньше можно вот туда тоже поехать. не лень было, глянь, каменек наложить, какие-либо. Ездили тут на шашлыкины, поставляют же после себя всякий мусор. Мы сюда осенью, весной приезжали с друзьями. Да, не было ничего. И вот этого дома красивого не было, и этот, не помню, был, и там вообще такой красоты. Ну, короче, это да. Я говорю, пройдет, лет 20 будет застроено все, что можно, и нельзя. Непонятно. Стоят, телеса греют. Ой. Я загорать не буду. Я вообще не загораю. Нет, главное, вот это, простоять, пролежать весь отпуск, чтобы потом приехать, показать, что ты был на юге, и чтобы это, через полтора месяца это все смоется. Не знаю. это как-то у людей с советских времен, мне кажется, в голове сидит. ну вот, девочки, благодаря Оксане, вон, сколько посмотрели. я не знаю, но я не знаю, как-то, я не знаю, я не знаю, Ну, это такое развлечение раз в неделю, цыганский рынок, сходить посмотреть. У меня раньше было так все. Раз в неделю обязательно. При Украине. Там хоть какую-то шмуточку можно было найти. Не, ну я представляю, во времена-то Украины там, конечно, мы когда переехали в 2014 году, такие вещи продавались из Турции интересные. А сейчас одно и то же, одно и то же. Ничего нового там нет. У нас на Димитрово там открыли тоже во втором этаже магазин. Внизу продуктовый, сверху одежда. Не знаю, кто-то, узбеки или кто-то. Ну, это такое фигня, короче говоря. Ничего там интересного нет. А цены, как я не знаю, на качественные вещи. Ну, там футболки можно взять по 200 рублей. Такие, они вышли. Вроде бы как. Пустые. Мужу в гараж. Такое. Ай, я не знаю. Человеку легче было. Раз, я хочу сегодня поехать. Кто думает о человеках? Прямо, когда мы ехали на границу, да, там за межводным, дорога же хорошая сейчас. К межводному и за межводное туда приличное расстояние. И там участками делали и раздольное, там все закатали хорошо, красиво, такую дорогу, шикарно. Там даже в поля съезды делают, представляешь? Метрофункт, ну, не знаю, 10, наверное, асфальт. А у нас что не делать, я чуть не поняла. В поля зачем делать? Ну, раз вы тогда делаете съезды туда, то нужно, чтобы трактор выезжающий сбивал вот эту грязищу. А сейчас же начнется грязь. Корабль какой-то стоит, краны. Оранжевый гордон? На нем еще мой мужик работал. Пригнали они его куда-то, за границей. Ну, или его, или похоже. Не помню оранжевый. Украина купила корабль, где-то. А они его сюда же. Ну, значит, еще будут строиться. Да, там дальше тоже есть. Прикольно, да? Среди поля один дом. Да я не знаю. А как тут? Ну, ладно, солнечные батареи поставят там. Да, может, и проведут коммуникации. Наверное, и вода тут есть. Пробурят. Что-то там ребята летают, нет? Ну, по-моему, нет. Что-то не верят. Они же обычно летают, когда ветер. Ну, да. Вот тоже, да, своя жизнь. Да, уже там целый городок. Да. Приезжают, живут тут. Они здесь и зимой, и круглогодичные. И дети там тоже у них бегают. Да, видимо, сегодня непогода им полетать-то по воде. Вон, вон там один какой-то. Все остальные отдыхают. Главное, сами парашюты сверху нет, видишь? Ага. Обычно так просто. А тут даже и парашюты. Сною. Странно, да? Обычно. Все, а тут один кто-то. Дикий пляж. Тоже строят. Это я слышала строят. Ну, понятно, да. Ну, а что, раз такое место, тут грех не построить. Сейчас только здесь и здесь можно посудить. Да. Если люди едут. Дальше начнется пляж Алые паруса, который благоустроенный. Ну, ты видишь, я даже не знала, что так называется. Ой, я вообще ничего не знаю. Ну, мусора стало меньше, а он хоть в одном месте складируется. Да, и вывозится все-таки. Ну, я помню, ты в Украину сюда приедешь. Ага. Куда нет, шагни, везде, блин, мусор. Ну, вообще, ну, как так? Вот Алла, паруса. Раньше был бесплатный заезд, сейчас 50 рублей. Ага. Ну, тут и кафешка есть, ну, короче. Ну, все, да. Туалет, да. Вода, там, ножки по-моему. Ну, и колючек к ней там, это, ну, все. Чистенько. А может, с Украины хозяева-то? А, ну, Межводное, это симпатичный такой поселочек. Да, огромный. Опять же, грязи здесь. Что, мои хорошие, кто отдыхал в Межводном, узнаете? А там вот пешеходная зона. Лучше, слава, лучше, ну, тоже, не тротуар, хотя бы с одной стороны. Ну, у нас вообще благоустройство не сильно кого трогает. За дорогу спасибо. Да, за дорогу спасибо. У меня Костя прям в этом году, ой, мне прям нравится Крым, дороги какие, вот это вот, в Симферополе они все ездили. Понравились прям и рестораны хорошие есть. Все, закончилось Межводное. Вот там вот Соленое озеро. Здесь раньше западка была. Ага, да, была западка. Что-то уже строят.